На памятник Дюк Ришелье сдавали одессит. На многие другие памятники тоже. Вы помните памятник Пушкина, например. Наш город, он такой, не потому, что его таким сделало государство. Наш город такой, потому что его сделали таким одесситом. И на мой взгляд, сейчас мы должны опять стать точкой кристаллизации для одесситов, которые хотят улучшить свой город. Это, на мой взгляд, самое важное. Это не только ресторан, это еще и каворкинг, это лекторий, это возможность взять это с собой. А сам ресторан, он уникальный, необычный. Только по одному основанию, там будет 4 кухни. И сама концепция предполагает, что мы используем 4 города. Ну, скажем, Нью-Йорк, Киев, Одесса и, может быть, Рим. Города будут систематически меняться, что позволит нам постоянно обновлять меню. И в конечном итоге, через несколько лет, десятков лет, мы ознакомим одесситов с разными кухнями городов мира. Вместе с этим, когда у нас будет проходить акция, например, у нас будет лето, будут туристы, мы сделаем одесскую кухню. Когда лето закончится и будет зима, мы сделаем полтавскую кухню, скажем. Мы будем знакомить одесситов как с культурой, гастрокультурой Украины, разных ее городов, так и гастрокультурой разных стран и городов мира. Это такая урбанистическая наша задача. С точки зрения маркетинга, это позволит, прежде всего, логично добавлять чего-то нового в меню, не делать ресторан закостенелым и очень гибко реагировать на спрос. То есть, если в какой-то момент времени в моду войдет японская кухня, нам не надо будет переделывать весь ресторан. Мы органично будем просто больше готовить японской еды, либо азиатской. Один из следующих мировых трендов – это азиатская еда. Это позволит нашему ресторану быть постоянно новым. В отличие от большинства проектов ресторанных, есть такое понятие, 7 лет перестраивали. То есть, каждые 7 лет обычно рестораны полностью меняются, кроме классических. Мы решили вот эту проблему так обойти. Где будет находиться этот ресторан и как будет складываться? Какая будет ценовая политика? Ресторан находится на канатной 27-1. Там рядом прекрасный парк Шевченко. Ценовая политика будет средней. Будут как недорогие позиции, так и немножко дороже. Опять же, такие разные кухни дадут нам возможность логично продавать еду за разные деньги. То есть, когда вы придете и решите попробовать украинской еды, то больше, конечно же, будет стоить намного дешевле, чем американские стейки. Но в рамках этой концепции это все органично, и вас не будет вызывать вопросов, почему одна еда дороже, другая дешевле. Мы планируем готовить только из сезонных продуктов и, предположительно, только из местных. Это, опять же, позволит нам, а, делать более качественные продукты, б, более дешевле их продавать и больше зарабатывать. По поводу первого вопроса – аудитории. Мы ее сегментируем на несколько типов. Собственно говоря, первая, ключевая наша аудитория – это молодой креативный класс. Это 20-30 лет, ребята самозанятые, айтишники, дизайнеры, творческие люди. Это ядро нашей аудитории, которое будет в том числе помогать нам менять город. Также мы рассматриваем бизнесменов, как их называют, белых воротничков, офисных работников, которые будут проводить у нас обеды, бизнес-встречи. Еще одна такая глыба аудитории для нас – это молодые люди, которые будут приходить на лекции, семинары, работать у нас. И, возможно, какие-то вечеринки. То есть это ребята как раз с 18 до 25, которые будут хорошо отдыхать у нас в большей части вечера. И еще наш концерт предусматривает еду с собой. Не просто прийти в ресторан и подождать, пока тебе приготовят и забрать, а прийти и взять салат, кофе, например, и десерт с собой, и быстро пойти в офис или дальше побежать по встрече. И это вот еще один такой большой класс, который будет у нас нашим клиентом. С точки зрения архитектуры, интерьера, дизайна, как модно сейчас говорить, мы стремимся к модерну и простым архитектурным формам, для того, чтобы, опять же таки, выйти из вкусовщины и стилистики, которая временная. Мы находимся в историческом здании, и один из ключевых наших приоритетов – это восстановить то, что можно, и сохранить то, что мы уже имеем. Один из залов практически полностью исторический, там есть лепнина, которую мы немножко восстановим. Остальные залы по мере возможности мы реконструируем и приведем к состоянию водолечебницы 19-го столетия. Насколько нам позволит бюджет, потому что реконструкция – это одно, а восстановление здания – это очень дорого. Мы постараемся максимально восстановить его в исторических пределах. Заявку на проект можно будет подать с помощью нашего сайта forcityod.ua. Сейчас на данном этапе мы разрабатываем регистрационную форму. Вы можете посмотреть множество проектов подобных на сайте моего города. Я думаю, что эту платформу уже слышали очень многие и общались с ребятами, которые работают в этом проекте. В общем, сейчас работаем над тем, чтобы создать подобную форму. Далее путем голосования мы будем собирать всех основателей и выбирать тот самый проект, на который пойдет финансирование. Мы собрали почти 100 основателей. У нас заключен договор с помещением, собственно, о котором я речь. В помещении уже ведутся работы от тех, у кого мы сняли. То есть они там приводят до определенного уровня, чтобы дать нам уже в использование этого пространства. Здесь находится дизайнер нашего пространства Слава Балбек, который уже закончил первые эскизы. И, в принципе, мы хотим сегодня разослать, я надеюсь, вот как будет выглядеть помещение. Что еще из такого? Ну, собственно, нами найден менеджер проекта Александра, который все это координирует, потому что у большого количества организаторов и основателей, вы понимаете, как бы недостаточно времени, чтобы все это в узде держать. И все уже происходит. То есть зарегистрирован домен, вы знаете, есть сайт, большое количество основателей нам пишут, журналисты пишут. Мы со всеми общаемся, потому что для меня главная задача в этом проекте это дать людям паттерн поведения, что мы сами что-то можем сделать. Нужно рассчитывать на государство, власть, начальников, сами делаем. И текущий статус – это уже мы это делаем. То есть это не задумка, а это уже процесс производства полнейшего, и тут уже ничего не остановить. Мы с 1 апреля работали над этим проектом «Мой город» – «Секиу Спейс» и объявили о паблике где-то меньше месяца назад. Ровно месяц назад, кстати. Месяц назад, да. В принципе, вот, наверное, результаты за первый месяц – это то, что мы достаточно сильно продвинулись. Мы уже не сомневаемся, что у нас там будет какие-то проблемы с основателем. Мы, наоборот, это очень внимательно рассматриваем, дотошно. Поэтому проекту суждено быть.